Здравствуйте, дорогие друзья! Всем доброе утро, благословенного дня и, конечно же, благословенного питания от Небесного Стола. Не знаю, как вам, но я очень благодарна Богу за то, что Бог с нами проходит эту дорогу, потому что Он позволяет нам вникать в суть вещей, где Он Сам эти вещи скрыл. Потому что слава Божья – облекать тайное дело, слава царей – исследовать это дело. Поэтому, если мы вникаем в то, что делает Бог, то это вводит нас в славу, в славу человеческую. Что это значит? Не слава, которая людьми только оценивается, а слава, которая связана с призванием. И так как каждому из нас предназначено что-то сделать на этой земле, то таким образом человек, который движется в своем призвании, он умножает славу. Славу Божьего призвания в своей жизни. И это как раз не та слава, которая тщетная или чеславия, а это та слава, которая связана с нашим предназначением. И поэтому слава царя – исследовать дело Божье. И поэтому, когда мы узнаем, что приятно небу, когда мы проходим по этой дороге, когда мы не живем в печали долго, мы поняли, что печаль, она привела нас к осознанию, и печаль ради Господа приводит к неизменному покаянию. А это уже как раз новая ступень для развития, новая стартовая площадка для возможностей. Поэтому Давид это сделал, и теперь он с радостью приносит ковчег в свой город. «И когда несший ковчег Господен проходили по шести шагов, он приносил жертву Тельца и Овна». То есть идет речь не просто теперь о том, чтобы нести ковчег, а он решил принести Богу жертвы. Можно было сделать жертву на старте и на финише. Но Давид решил это сделать через шесть шагов. Не знаю, сколько по времени Давид нес ковчег до своего города и дома при такой постановке вопроса. Но он уже не торопился. Он хотел до такой степени принести благоприятную жертву Богу, чтобы она принесла ему благоволение. И это благоволение ему очень было ценно и важно. И посмотрите, в данном случае он не пытается задобрить Бога, а он пытается выразить ему свое сердце. И вроде бы одно и то же действие, но по-разному рассматривается небесами. Кто-то просто, боясь Бога, будет приносить ему жертву, чтобы как-то чего бы не вышло. Давид это делает от сердца радуясь перед Богом и торжествуя. И поэтому тем самым он говорит, Господь, я так доволен, что Ты дал мне извлечь урок из этого печального события. Я не знаю, как мы относимся к печальным событиям, и боимся ли мы туда посмотреть, заглянуть, тем более об этом как-то говорить уже по-новому. Либо мы просто ставим стоп-кадр для себя и говорим, все, я туда не иду, чтобы мне не печалиться. На самом деле, когда мы анализируем даже печальные события, и оттуда извлекаем максимум уроков, и принимаем от Бога откровения, это то, что приводит нас в подлинное торжество перед Богом, когда мы можем радоваться и веселиться, и более того, приносить жертвы, благоприятные Богу, что Давид и делал. Каждые шесть шагов приносил и тельца, и овна. Это такие большие царские жертвы. И я желаю, друзья, чтобы мы в своей жизни посмотрели, а каких жертв от нас ожидает Господь. Сегодня это не телец, сегодня это не овен, но в любом случае это чего-то нам будет стоить. Жертва на то и жертва, что она что-то стоит для того, кто ее приносит. И поэтому, какое количество жертв приносить, определяет тоже сам человек. От сердца исходящее желание это делать, когда мы можем сказать, Господи, а вся моя жизнь, она тебе посвящена. Либо частично. Мы тоже определяем, вот здесь я могу воскресный день тебе посвятить, а неделю я уже живу сам по себе. Конечно, друзья, это не тот выбор, который хочется вам предлагать сделать, потому что жизнь, полностью посвященная небесам, это жизнь на стопроцентный положительный результат, что Давид в своей жизни, в общем-то, и получил. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы можем к Тебе обращаться о результате собственной жизни. Давид уже давно с Тобой, а мы еще на земле. И нам важно не просто пройти эту дорогу, но пройти ее в радости, приносять ей жертвы, которые могут быть Тебе приятны, которые удовлетворят запрос неба, потому что они будут идти от сердца. Они не будут идти из долга, они не будут идти из необходимости, а будут идти из любви, из мотивации сердца, преданного Тебе. Поэтому благослови нас, Боже, познавать Тебя во всех путях Своих, познавать жизнь Твою во всех делах наших, и тем самым угождать Тебе, как Богу, как являющимся не только нашим Творцом, но и другом, Учителем, Спасителем, тем, который нас вызвал к жизни, как Отец. Слава Тебе за это! Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин